Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешен. Номер 48. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 8 стих. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами во всей. Ты заранее тебе говорю, остается еще... А вы не дали даже мне время на тихоных. Потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Толкование Блаженного Феофилакта. Поскольку упомянуло о скорби неопределенно, то теперь поясняет, какая именно была скорбь. Через это же и любовь показывает к ним, ибо любви свойственно открывать другим случившееся. То есть открывать, не прятать, что с тобой случилось, какая причина. А не так, спрячься куда-то, как Арсения, и все. Вместе с тем представляет и объяснение своего промедления. В Асии, говорит, случилась с ними скорбь, о которой он говорит и в первом послании. Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. 1 Коринфянам, 16 глава, 9 стих. Казалось бы, одно и то же говорит, когда выражается чрезмерно и сверх силы. Но в самом деле не одно и то же. Он говорит вот что. Искушение было чрезмерное, то есть великое. Потом, так как искушение, будучи сильным, может быть мужественно перенесено тем, кто в силах перенести его, говорит, что оно было не только великое, но и превышало наши силы. То есть и великое, и невыносимое. Такое, что мы отчались даже и в жизни. То есть не надеялись уже и в живых быть. Такое состояние Давид называет вратами ада, болезнями смертными, потому что они рождают смерть и тенью смерти. Псалом, 27 стих, 5 и 7. 2 Коринфянам, 1 глава, 9 стих. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. А глава стих не говоря, просто 1, 9. Хорошо. Толкование. Имели определение. Приговор. Ответ. Какой давали дела, хотя они и не издали голоса. То есть прежде, нежели мы выдумали, предстало ожидание смерти и приговор. Какой произносили обстоятельства. Но на самом деле всего не случилось. Для чего же, говорит, было это? Для того, чтобы мы научились не надеяться на самих себя. Но только на Бога. Вот люди, которые что-то где-то нападают, говорят, я знаю, они ничего не испытали. Они не знают вот эти слова. Они считают, это мертвая зона для них. Вообще Писание не знают. А если ты знаешь, что по тебе все это проехалось, и ты этим жил, и у тебя сверх сил испытания было, и ты полностью положил на Господа. И поэтому все остальные, как я называю, слюневые рассуждения, они ни на чем не основаны. Утробы не сытые. А ничего не видал. Он ни в тюрьме не был, ни в армии, как христианин не был. По своей воле живет и надмивается. Прелесть, гордыня, прелесть, гордыня. Ты душой-то, я чувствую, что он варнащит, обманывает, не верит в то, что говорит. Впрочем, Павел говорит, это не потому, что сам нуждался теперь в этом наставлении. Ибо кто более веровал, что должно надеяться только на Бога, но под видом повествования о себе самом вразумляет других и вместе с тем научает смиренно мудрию. Говорит, что страдал, а вы себе говорите. Ну, примеры, они боятся как огня, потому что это никто не делает. А когда видишь, что человек все-таки делает, они от зависти лопаются. Ничего не могут делать. Но вы знали, что Евангелия не было. Где вы были в это время? Почему не распространяли? Почему мне Бог положил на сердце насчитать Библию и распространить ее по всей стране? Златоуста насчитать, жития другое. Здесь ничего нет. И поэтому они, когда это слышат, они и Бога не благодарят, эти люди, что Бог взял какой-то сосуд. Они не нужны. Это не сосуды Божии. И поэтому они ненавидят. Когда видят, что все-таки в невыносимой обстановке можно было работать, можно было свидетельствовать о Боге. Второе. Коринфянам 1, 10. Который и избавил нас от той близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Толкование. Опять напоминает им проповедь о воскресении, о котором так много говорил в первом послании. И которое настоящими обстоятельствами подтверждает еще более. Посему и присовокупил. Который и избавил нас от столь библейской смерти. Не сказал от опасности, но от смерти. Хотя в воскресении есть дело будущее и неизвестное, но он показывает, что оно и ежедневно бывает. Ибо, когда Бог избавляет человека, приблизившегося к самым вратам ада, то этим показывает не иное что, как воскресение. Поэтому-то мы и имеем обыкновение говорить о подобном состоянии человека. Видели воскресение мертвых. Отсюда научаемся тому, что жизнь наша должна постоянно проходить в борьбе. Ибо, когда говорит «избавит», то предсказывает бурю многих искушений. 2 Коринфянам 1.11 «При содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Толкование. «Поскольку слова, чтобы не надеяться на самих себя, могли показаться для некоторых общим обвинением, и касающимся их, то смягчает сказанное и просит молитвы как великого предстательства». Отсюда же научаемся и смиренно мудрее, потому что в молитвах Коринфян нуждался Павел. «И узнаем силу самой молитвы, ибо многом может молитва церкви, совершаемая как должно. Так что и Павел нуждался в ней. Избавил, говорит нас Бог, и избавит по молитвам нашим, дабы задарованное нам по ходатайству многих. То есть, чтобы за благодать бывшего мне по молитвам вашим, многие лица между нами возблагодарили. Ибо спасение мое, бывшее по молитвам вашим, Он даровал всем вам, чтобы многие лица возблагодарили Его за нас». Отсюда же научаемся не только молиться друг за друга, но и благодарить друг друга. Обрати внимание, как вначале говорит, что Он спасен по щедротам Божиим. «А теперь приписывает спасение молитвам их, ибо с милостями Бога мы должны соединять и собственные милости. И здесь Павел не все из благодеяния приписал Коринфянам, чтобы не довести их до надмения, но и не совсем очуждал их от этого, чтобы не сделать их нерадивыми. «Бог говорит, избавит нас при содействии и вашей молитвы, то есть при вашем содействии». 2 Коринфянам 1, 12 «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас». Толкование «Вот что говорит, служит для нас источником утешения, совесть наша, свидетельствующая нам, что гонят и преследуют не за то, что улечили нас в худых делах, но за добродетель и за спасение многих». Итак, первое утешение проистекало от Бога, а это говорит, проистекает от чистоты совести моей, потому посему и называют его похвалой, показывая этим великую силу убеждения, какую имел чистой совести». Сила убеждения в чистой совести. А эти выходят, которые называются миссионерские, это дело, да смотришь на их, здесь один прям пацаненок нападал, прям нападал, нахальный такой, уехал в Москву. Уже месяц не прошло, вглуд впал. Все. И больше сгинул, размазался, и нигде нет. Они не смотрят ни на что, ни на жизнь человека, с кем разговаривали, ни на возраст, ни на что. Хамье. Они уже при жизни прокляты. Что, говорит, свидетельствует нам совесть? И почему мы хвалимся? Мы поступали в простоте, то есть в незлобе сердца, и в искренности, и открытости ума, не имея ничего, что нужно было бы скрывать, ничего зазорного. Это приемлет Бог. Говорил это, имея в виду, коварных лжиапостолов, не по плотской мудрости, то есть без изысканных слов и хитросплетенных чувствований. Ибо мудрость плотская такова, что они надмиваются ею, а он отвергает и презирает ее. По данной Бога мудрости, знамением и чудесам, бывшим по благодати Божией, величайшее же составляет утешение, когда кто в себе самом имеет свидетельство, что делает все не человеческой силой, но благодатью Божией. И жили так они не в Коринфе только, но во всем мире. Каким образом? Ибо апостол проповедовал им Евангелие и только со знамениями, но и без всякого с их стороны воздаяния. Заметь, как он собственные действия относит к благодати Божией. 2 Коринфянам 1, 13 И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумели эти толкования. Поскольку апостол многое, казалось бы, сказал о себе, то, чтобы кто ни сказал, что это самохвальство, говорит, «Мы пишем вам то, что вы читаете в настоящем послании, и что вы и без этого знаете, ибо знание, прежде полученное вами обо мне, не противоречит моим посланиям». «Некоторые же понимали это так. Мы пишем вам то, что вы читаете, то есть, что припоминаете, ибо чтение есть припоминание или высшее знание. И зачем, говорит, говорю я то, что вы помните, о чем знаете, что оно принадлежит нам и не нуждается в напоминании, как известно». 2 Коринфянам 1, 14 «Так и вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашою, в день Господа нашего Иисуса Христа». Толкование. «Все возлагает на Бога. Надеюсь, говорит на Бога, что вы знаете нас такими, какими показывают послания наши и прошедшая жизнь наша». «Отчасти и уразумели уже». «То есть из опыта знаете, потому что мы отчасти представляли уже вам некоторые доказательства добродетельной жизни». Сказал так по скромности. «Что же узнаете вы? То, что ваша похвала, то есть, что я таков, что могу дать вам средства хвалиться мной, что имеете такого учителя, который не учит ничему человеческому, ничему зловредному, ничему коварному». Потом, дабы не показалось, что говорит это о себе из хвастовства, делает похвалу общей, говорит «И вы будете моей похвалой, ибо я буду хвалиться, что у меня были такие ученики, не колеблющиеся, не поддающиеся обольщением лжеапостолов». Когда же мы будем хвалиться друг при другом? Друг другом. И теперь, но особенно в день тот, ибо и теперь многие видят те злословия и поношения, какие претерпеваем, а может быть, и злословят нас тогда же, когда все будет разоблачено. И обо мне будет явно, что я не таков, какие представляют меня клевета лжеапостолов. И вы также будете похвалой нашей, потому что они присоединились к оболестителям. То есть будет судный день, и увидишь, что я не таков был, как меня представляли эти разные обличители, там свет Христов. Вся эта мерзость слынет, сгорит, и ничего не будет. Комментарий Игнатия Лапкина. Когда в России был последний учитель, который не учил ничему человеческому, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать Библию, и Слово Божие, и по нему сверить все, что есть в наших книжных шкафах. Хватит ли на это желание? Терпение. А если бы все-таки появился такой учитель православий, который не учил ничему человеческому, а только по Библии, то не повели бы его на Голгофу, первосвященники и архиереи? Евангелетана 8, 49. Иисус отвечал, «Во мне беса нет, но я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. Причина какая? Я чту Отца делаю по Библии, а что ты с Библией? А ты не признаешь, там кости наши, там, ну, все такое». Сказал человек. Человек-то сказал и умер. Я на суде Божьем на него сослаться не могу. Ну, допустим, ты признаешь, я не признаюсь. Что это-то меняется? Это не догмат никакой. Иконы мира тащили. Но я не верю. Я не верю, что благодатно, а то огонь сходит. Я не верю. Верю, что это подделка, может быть, сатаны столько лет. Обман. И об этом комиссия от патриарха уже подтверждает разные мироточения иконы. Не демоны ли это, как Яна Каномцев пишет, Павел Флоренский. Ничего не знает. Вот так, а что так? Требующий идея сейчас этим сгробниться. Извинули крышку, панику подняли. Вот как бывает, поднимаешь какой-то камень, а там мураши разные под ним. Как они забегают, забегают. Табак нюхательный суя в нос. Так и Фтушенко пишет. И вот из-за этой плиты там так подняли. И Тамерлана, и Алтайскую принцессу, мертвецов всех собрали. Веры-то никакой нет. А так, бесовщина одна. Второе Коринфянам 1.15 И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать. Толкование. Каким упованием? Тем, что я не сознаю за собой ничего худого, что я похвала ваша, что я обращался не в плотской мудрости, но в благодати Божией. И что, наконец, свидетелями всего этого для меня вы. Вот почему я намеревался прийти к вам. То есть, чтобы иметь двойную радость, одну от первого послания, а другую от присутствия моего. Второе Коринфянам 1.16 И через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам. А вы проводили бы меня в Иудею. Первое Коринфянам 16.5 Ибо хотя я, говорит, толкование. Иначе писал, «Однако прийти к вам старался и желал прежде, нежели увижу Македонию. Так далек был я от нерадения прийти к вам и замедлить исполнением обещания, что желал даже прийти ранее. В первом послании сказал неопределенно, чтобы вы меня проводили, куда пойду». Первое Коринфянам 16.6 Опасаясь, чтобы сказавши, что пройдет в Иудею, а потом бы вынужден духом отправиться в другое место и показаться лжецом. Теперь же, когда не удалось прийти к ним, смело говорит, что хотел, чтобы они проводили его в Иудею. «Но Богу угодно было, чтобы я вовсе не пришел к вам и не был провожен вами в Иудею». Второе Коринфянам 1.17. «Имея такое намерение, легкомысленно ли я полуступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да, да, то нет, нет?» Толкование. Здесь яснее оправдывается относительно промедления. Говоря, что желал прийти к ним, но почему не пришел? Потому ли, что я легкомыслен и непостоянен, рассуждающий то так, то иначе? Нет. Или я желаю по плоти, то есть по-человечески, и руковожусь собственной волею, так что решу сам, то и исполню, будет ли это да или нет? Отнюдь нет. Но я нахожусь под управлением духа и не имею власти идти, куда хочу, но куда он повелит. Поэтому у меня часто да, не бывает да, ибо это бывает неугодно духу, и нет, не бывает нет, ибо что я отрицаю, то повелевает дух. Примечай мудрость, как то, что креветники делали предлогом к злословию, именно что не пришел, хотя обещал, обращают в похвалу, говоря, что не имеет власти над собой, но его ведет дух туда, куда ему угодно. Вот что означает настоящая миссия. Не миссионерские отделы никакие. Они не понимают это, совершенно не понимают сегодня. Что же, неужели дал обещание не при содействии духам, но по незнанию будущего? По незнанию, ибо не все знал, так и молился, иногда о том, что болезно, бесполезно. Например, об удалении искушений, 2 Коринфянам 12, глава 7-9. И в деяниях есть, например, что это было с пользой, чтобы люди не относились к апостолам, как к богам, как случилось это с ликаонцами. Деяние 14.11. Что интересно, Матавилов Николай Александрович расспрашивал, когда всех, смысл жизни, такой простой вопрос, никто не мог ответить. И Серафим только сказал, стяжание Духа Святого, то есть углубление, большая отдача Духу Святому, и чтобы благодать Божия действовала и вела. Насколько он сам это понимал, но сказать сказал. Вот. Сказал это, ну дальше-то надо было выйти из затвора и пойти к народу. Дальше опять тормознуло, все стоит на месте. Кирилл и Мефодия послал царь Михаил. Вот. Пошли, проповедовали. Вернулись и опять нырнули в норку, в монастырь. Все. Вот это место, что они ходили, там полтора года, допустим, вот только все из всей жизни было по Евангелию. А я-то ничего не говорю, что сравнивать с Библией, ну раз по ней Бог судит по Евангелию-то. Что тут особенного? Нельзя это вот. Сделали какие-то чурки, мозги-то. Совершенно думать нельзя. Что догматика какая-то, сидеть в норах, ни с кем не разговаривать. Великий дар слова. Уподобили бессловесной скотине. Варвар не знает, как теперь, убил трех священников, около трехсот человек. Что теперь делать-то? Обратился к Богу. Стал на четвереньки и пошел. И звери его приняли. И он с ними ходил на четвереньках. Охотники увидели его стрелами и пристрелили. Святой варвар. А что он делал? Ничего не делал. На карачках ходил. Как-то, я не понимаю, на выходоносра-то как не канонизировали, когда он как вол ел траву. Это прямо кандидатура была готовая. Так, дальше. Второе. Коринфянам 1, 18. Верен Бог, что слова наше к вам не было, то да, то нет. Толкование. Опровергает возникающие возражения. Кто-нибудь совершенно справедливо мог сказать. Если сказываемое, то будет не твердо. Но часто говорит, что ты да, а оказывается нет. То мы боимся, не таково ли и учение твое, не такова ли и проповедь твоя. Да и нет. То есть, не постоянно и не тверда. В опровержении этого возражение говорит, что обещание прийти к ним было его делом. Поэтому оно и не исполнилось. Что же касается проповеди, то она есть дело Божие. А тут все наоборот. А что от Бога, то недоступна лжи. Поэтому и сказал, верен Бог, то есть истинен. А поскольку Он истинен, то и слово Его к вам проповеданное нами не есть ни постоянно, ни не твердо. Иногда да, а иногда нет. Ну ты как останешься человеку говорить? Ну ты останешься здесь. Ну я обещал прийти. А зачем же ты обещал-то? Я вот 54 года и ни разу не обещал. А зачем? Как Богу угодно буду. Во сколько вернуться? Как Бог даст? Если угодно будет и живы будем. Непрерывно. Уже ночь спустя. Я тебя не хочу выпускать на опасность. Ну я обещал, я вернусь. Думаю, что тебе обещать-то, когда твоя семья тебя знает. Есть телефон, позвони. Нет, надо домой. Ну домой пошла. Дальше еще упала дорога. Дальше что? Не вызорила, умерла. Хороший человек. Это у меня было здесь, вот в этой комнате. Комментарий Игнатия Лапкина. Сегодня делом Божьим пастори считает уметь вести богослужение, справлять требы. Но вот что говорит толкователь Нового Завета. Что же касается проповеди, то она есть дело Божие. Второе. Коринфянам 1, 19. Ибо Сын Божий Иисус Христос проповеданный у вас с нами мною и Силуаном и Тимофеем не был да или да и нет но в нем было да толкование наконец говорит какое слово не было да и нет того кого мы проповедовали вам не был да и нет то есть не было проповедуемо одно ныне а ныне же другое но было да то есть проповедуемо было твердо и без колебаний перечисляя также и многих из проповедовавших представляя свидетельство их достойным веры и в то же время научаясь смирению ибо соучителями представляет учеников своих второе Коринфянам 1, 20 ибо все обетования Божие в нем да и в нем аминь славу Божию через нас толкование в проповеди есть много обетований воскресения мертвых усыновления и вообще надежда будущего века и так говорит что не только проповедь всегда совершенно одинаково и возвещается с непреложностью но и содержащиеся вне обетования ибо они Божии а что обещал Бог то в нем да и в нем аминь то есть то непреложно ибо исполняется ни в ком либо из людей но в самом Боге почему и непреложно кроме того они служат к славе Его и конечно если не для чего другого то для собственной славы Бог исполнит свои обетования как же исполнить их через нас то есть через благодеяние к нам ибо мы принимающие обетования подаем ему повод исполнять эти обетования если же верны обетования Божии то тем более верен сам Бог и слово о нем твердо слова через нас и иначе могут быть понимаемы то есть к славе Божией возносимы ему через нас ибо он через нас прославляется 2 Коринфянам 1 21 22 утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог который и запечатлел нас и дал залог духа в сердца наши толкование сказав выше что Бог исполнит обетование теперь подтверждает это то говорит что вы и я учитель ваш твердо стоим в вере во Христа дал Бог который и помазал нас и запечатлел то есть сделал пророками царями и священниками я учитель ваш а написано не называйтесь учителями Павел еще не знал про это и вот такая скудость сектантская сказал ну сказал в каком смысле как начальник учения говорит а них поставил учителями как сказал не называйтесь а сам поставил учителями а как его звать учитель и Павел на себе говорит учитель я учитель ваш ибо ибо таков всякий крещеный он пророк как видящий то чего не видел глаз и не слышало уха он священник как долженствующий приносить себя в жертву живую святую благоугодную Богу он царь как сын царя Бога и наследник будущего царствия и как ныне царствующий над неуместными помыслами и поставленный выше всего мира интересно вот это он считает православное это блаженный феопилаг так всякий верующий кто он пророк так ты себя за пророка считаешь да не надо считать Павел говорит что ревнуйте о том чтобы пророчествовать а раз пророчествует кто он такой и женщины в храме это проповедь это пророчество мы говорим о будущем что придет антихрист начертание это пророчество он пророк дальше а почему говорит о том что и глаз не видел уха не слышал он священник хотя и мирянин простец приносить жертву живую и святую благоугодную Богу он и царь как сын царя но кроме того что есть мы цари есть еще и царь президентом как назови и кроме того что мы все священники есть еще и отдельная каста священники так назовем ливийное колено а ныне рукоположено от апостольских времен ничего не понимает совершенно услышал Христос спас меня я спасен а далее как был так и ни поста ни креста ни подвига ничего нет а зачем зачем не надо я уверовал все то есть обман обольщение дьявольское как в древности священники и цари помазывались елеем так ныне мы помазаны духом когда Бог дал залог духа в сердца наши если же дал залог то конечно даст все а залогом называет подаваемое ныне подарование духа ибо разумим отчасти и пророчествуем отчасти а совершенное получим тогда когда явится Христос в славе своей итак не думайте что мы обещаем чтобы нам не показаться лжецами ибо мы не утверждаем ибо не мы ибо не мы утверждаем вас но Бог и обещает и утверждает как меня так и вас ибо он сам исполнит все посему и разумей что Бог делающий то и иное сам исполнит свои обетования 2 Коринфянам 1 23 Бога призываю вас свидетели на душу мою что щадя вас я доселе не приходил в Коринф толкование выше сказал что не пришел к ним потому что не имеет власти над собой и не был допущен духом как же теперь говорит что не пришел щадя их потому что или это самое случилось по воле духа то есть дух внушал ему мысли не ходить чтобы пощадить их или сначала воспрещал ему дух а потом и он сам рассудив что это лучше остался заметь мудрость Павла тогда как говорили ты потому не пришел что кажется возненавидел нас то утверждает противное я потому не пришел что щажу вас так говорит потому что некоторые между ними были согрешившие и непокаившиеся которых он наказал если бы пришедший нашел их неисправившимися и так остался чтобы прийти уже тогда когда исправятся и не иметь повода к наказанию 2 коринфянам 1.24 не потому будто мы берем власть над верой вашей но мы споспешествуем радости вашей ибо верую вы твердые толкование так как сказанное отзывалось властью ибо щадить других может тот кто имеет власть наказать их то смягчает жесткость речи не потому говорит сказал я что щажу вас что хотел бы властвовать над вашей верой ибо вера дело произволения и никого не понуждает к вере против воли но почитая вашу радость своей радостью я не пришел для того чтобы не вернуть вас в печаль и не опечалиться самому ибо я все делаю для вашей радости и остался для того чтобы только угрозой исправить согрешивших и вам не причинить никакой скорби скротостью беседует с ними так как в первом послании довольно уже поразил их слова его значит следующее что касается веры то вы в ней стоите и я не имел причины жаловаться на вас но впрочем вы поколебались и если бы не исправились и я восстал бы на вас то и вас опечалил бы и себе причинил бы печаль все печаль 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 13 14